не поставь уже 10 минут этот вышла в эфир на 10 минут короче мой пока тоську решила выйти пока точнее не то что мою сижу жду когда она помоется решила выйти на 10 где твои куклы нет дочь дай посижу что играла играла только что дай посижу в эфире до 10 минут и мой и дам тебе посмотреть мультик а я тебя это подключу к себе на интернет давай 10 минут все то есть так привет привет пока кстати хоть ой сейчас к нему в stories хотела показать молоко мама купила молоко сегодня срок хранения 72 часа представляете мама говорит только раньше такое молоко было 72 часа больше надо на такое молоко вот сейчас не встречала а стоит она 50 рублей мало тоже дешево стоит и срок хранения 72 часа сейчас же такого вообще не бывает настоящего молока чтобы 72 часа срок хранения был представляете тут в карабаново у нас в деревне такое молочко и и она в пакетах есть на разлив мама на разлив это как его его и откуда-то с бочки наливают что ли как раньше вообще реально с банкой при ну как раньше да с банкой могут приходишь и тебе его наливают я помню у нас ехала молочка и это сигналила знаете сигналит и ты знаешь что она сейчас подъезжает и остановится там и ты бежишь с этой бутылкой трехлитровой как сейчас помню я бегала туда чтобы молока мне налили это и часто 10 минут мы договорились и короче я бегала за этим молоком а у соседей тут тоже есть у соседей корова но я не люблю вообще я брезгую честно говоря молоко из-под коровы пить тоже кстати брала мама чего перестали брать у соседей молоко но у соседки выходили брали молоко по моему там да мы тоже ходили брали сейчас перестали до доченька ходили это а в детстве я тоже пила из-под бабушка брала здесь всегда брала ты тоже вообще тут полно было это сейчас тут одна корова на всю улицу и не знаю там навесить на все карабаново а раньше же всех были коровы хозяйства и бабушка всегда мне тоже молоко брала у коров у корова приходила у коровы молоко брал в общем а я нет я любила молоко я в детстве пила молоко а сейчас не пью а мы детстве пила да и коровы платила дочь коровы брала и коровы платил а корова горала спасибо пейте нас спасибо прямо из моей этой из моей из моей этой из чего дочь молоко из писи а откуда молоко то есть кстати из чего из желуда что такое желудо нет не интересно но молоко откуда у корова ну то есть не серьезно не догадались сиси конечно у нее несколько сиси коровы и ты ее доишь мама это конечно из моих сиси тела нельзя трогать поэтому мои деньги давайте сюда мне надо 100 миллионов ну все ладно поиграли сейчас мы с тобой это сейчас я буду мыть сейчас буду парное молоко полезное но я сейчас сбрезгу как эти коровы содержится непонятно нож полезно не полезно чем кормят этих коров все равно это как у нас знакомы было мамы он картошку выращивал на продажу ну и там ничем химии никакой не удобрял потому что он эту картошку брал для своей семьи по итогу когда он на нитраты знаете там проверил ее где-то она у него была нитрата он был в шоке а потому что навоз он покупал а навоз уже был нитратный а потому что животных и же так кормят чтобы они больше давали в общем такая цепочка то есть по итогу получается что вообще нет вот этих вот чистых продуктов это вот все фермерское когда пишут и люди чисто ведутся на вот это слово фермерское даже эти фермеры могут они могут быть кстати вот как наш знакомый выращивал картошку могут и вроде как и не питать химии да но покупая навоз который уже содержит эти нитраты потому что кормят животных поэтому ну такое все а ну понятно что фермерское тоже антибиотиками ну понятно что и фермерское колец всех антибиотиков а потому что там иначе в может быть и в мясе и в молоке вот это вот читала там какую-то тему тоже что легче обколоть антибиотиками чем потерять все стадо потом поэтому фермерское это тоже одно название просто красиво упаковывают и продают дороже маркетинг маркетинг вот если вы и даже себе можно вырастить с нитратами потому что купишь навоз мама а вы навоз купили вы его на нитраты проверяли на качество на на качество навоза у нас навоз если бы убедили мою историю за вчера подхожу и думаю чё так воняет поворачиваюсь а там бочка с навозом а еще то есть я просто рядом стояла я такая то есть она чтобы она отошла а может показаться что как будто я какие-то к тоски претензии по поводу навоза да удобрять сегодня рассказывала тоси как я в детстве сажала картошку у нас дедушка вот так вот по всему этому нет по всему этому короче ставил дачи этот такой колышек подожди как колышек ниточка и вот такого что прямо короче лунки выкопать что прям 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 вот всем выкопал лунки и дальше надо было там чуть-чуть навоза чуть-чуть присыпать навоз картошечку ростками там вниз да и дальше уже присыпать картошечку пока дед смотрел мы с братом все так и делали как только дед отворачивался мы с братом вот так вот садились а уже знаете на коленях пол лежа уже устал мы так садились и вот так по лункам картошку раскидывали только они поворачивались мы такие чик все делаем типа делаем что они нам не кидайте то ростки вот эти оторвутся картошка не прорастет всю жизнь она прорастала и те которые мы швыряли прорастала но это никто дальше кто быстрее ты знаешь как уставали мы я помню лежа выкапывала лежа никогда не забуду как я лежала на грядках умаялась все идем как я лежала на грядках и вытаскивала эту картошку собирала и всегда думала вот я когда вырасту у меня никогда не будет картошки никогда не буду его сажать полоть и так далее а в собирали мы картошку всегда девятнадцатого сентября на мой день рождения и в подростковом возрасте я уже пропускала потому что я отмечала своему рождения и меня не брали на картошку колорадского жука собирала а я колорадского жука нет боюсь вот мальчишки в деревне этот как собирают жука берет он в руки до артем жука этого но он майский наверно жук я за тебя боишься жука взяла не придумывай бери конечно чуть я тебя за тебя боюсь чтобы ты жука взяла жук безобидный он неприятный просто а что дальше вот рассказываю что у меня но артем брал в руки жука ничего просто кто-то тут колорадского жука собирал слушайте а вы любите короладские как колорадских жуков любите а вот а что их любит потому что у него день рождения на этом так говорит ну и так он говорит они типа что они в мае рожаются ну нет они называются майский жук появляются есть июньский июньский жук вот сидит в ванночке а кто любит колорадских жуков колорадских колорадских да написали все мы так любим и так любим и так любим нет очень никто ничего девочки скажите какой у вас в пен кстати работает у меня вот этот пен все однирки мы уже идем все девочки я пойду это тоси помою и выйду заново к вам в эфир не ну я мне надо эфир прекратить пошла я помою . и выйду заново эфир еще работают 4 однирки у меня сегодня перестала работать может в карабанова перестал работать мне пришлось новое загрузить я тебя не покажу не переживай у нас это комната андрей делает ведь и потолок уже поменял полностью пол перестелил нас таком на то в стадии ремонта и света поэтому здесь нет здесь нет цвета нищики немножко носогубки видны какой новый а я скидала а я скинула у себя в телеграм-канале там все по випенам скинула здесь не могу ничего скинуть там по випенам вот сегодня я уже новый подключила он сам находит локацию которую какая быстрее типа локация срабатывает там типа леталия франция он сам выбирает у меня как-то и и все и автоматически выходит все девочки пошла тосику мыть она уже измаялась если что чуть позже еще выйду пока пока